Приветствую вас, и вашу проблему можно разделить на две части, на два основных элемента. Первый элемент заключается в том, что в последнее время вам стало не о чем разговаривать с молодым человеком. И я бы хотел, чтобы вы сами для себя постарались определить причину, по которой такая ситуация произошла. То есть, тот же вы молчаливый человек, это понятно, и я бы об этом поговорил бы немножечко подробнее чуть позже. А пока давайте просто спросим так. Вот вы молчаливый человек, и общались вы с молодым человеком, с моим другом, в какое-то время очень даже неплохо, судя по вашим словам. А что произошло потом, с какого момента вы внезапно вдруг почувствовали дефицит тем? Может быть что-то произошло, может быть между вами нарастает, так сказать, определенное напряжение, которое, ну, как бы не дает вам чувствовать себя свободно и так далее. Если это так, то тогда надо подумать, что стало причиной такого изменения в ваших отношениях. И для начала я думаю, что, ну, скорее всего, все дело все-таки в чувствах, то есть, вам тяжело сдерживать свои эмоции, вам тяжело сдерживать свои чувства. И вы, не умея, значит, не умея их никак по-другому контролировать, наверное, еще больше занимаетесь в себе. По крайней мере, именно так это выглядит со стороны. Если я прав, если в том, что я говорю, есть по-вашему зерно истины, да, то тогда, я думаю, что вам следует признать молодому человеку, потому что, как бы вы сейчас, на данный момент, выступаете несколько нечестно по отношению к нему. То есть, почему нечестно? Вы, как бы, свои чувства, вы, как бы, свои эмоции по отношению к нему не выражаете правильно, не выражаете искренне, не выражаете открыто. И это ставит между вами стену. Если вы откровенно ему признаетесь в своих чувствах, возможно, это, по крайней мере, снимет между вами барьер. То есть, вы сможете об этом поговорить, все выяснить, и вы станете чувствовать себя свободнее. Вряд ли вы потеряете его как друга, потому что, если вы серьезные люди, если вы дрожите друг другом, то ваша просьба не уйдет. Ну, вы это обсудите, вы поговорите, и выработаете какую-то общую стратегию дальнейшего взаимодействия, не более того. Это первый важный аспект. И второй, не менее важный аспект, заключается в том, что причина вашей молчливости, вот причина, с которой вы молчите и долго привязываетесь к людям, а потом еще дольше от них отвыкается. Я думаю, здесь есть определенная неуверенность в себе, определенные проблемы с отшением, может быть, даже комплексы, неуверенность в себе и прочее. Если так, то с этим нужно работать. Если так, то это можно оккупировать, это можно потихонечку разбивать, можно достичь определенного прогресса в том, чтобы изменить эти ваши характеристики. Для этого требуется определенная работа, но я думаю, что вы можете достичь определенных успехов, чтобы чувствовать себя более свободно. Если вас это интересует, если вам хочется это изменить, значит, тогда нужно работать. Если что, готов вам помочь. А пока на этом все. Надеюсь, что вам мой ответ был полезен. Если он понравился вам, сделайте его лучше, буду благодарен. Желаю вам всего доброго и удачи.